Клюшка с крюком, сани, шлем, защита и налет. Все как полагается в следж-хоккее. Этот вид спорта у нас в новинку. Одним из инициаторов его развития в Барнауле стал Дмитрий Удалов. Он в свое время мог поехать на Сочинскую Паралимпиаду. Сейчас же мечтает создать детскую команду по следж-хоккею. Его идею поддержала Федерация Адаптивного Хоккея страны. В итоге сборы для ребят и открытые тренировки для привлечения народа. Я так посмотрел, где был. Очень хорошо, что это очень помогает детишкам реабилитироваться, во-первых. Как-то, допустим, для основной форм инвалидности, для ДЦП, это очень хорошо и спину, и плечи, и координацию развивать. Для ампутантов тоже. Но самое главное, это, по сути, сплочение коллектива и общение для детей, чтобы они не замыкались. Особых ограничений для занятия следж-хоккеем нет. Этот вид спорта подойдет для людей с разными физическими ограничениями, ДЦП, слабым слухом или зрением. Перед началом тренировок будущих спортсменов обследуют медики, допускают к занятиям только в полной эгипировке. Сейчас важно понять обратную связь от наших ребят, интересно им это, хотят ли глубоко этим заниматься. Первоначально это грантовая поддержка, а дальше уже садимся за круглый стол, привлекаем людей и развиваем команду дальше. Но опять же, понимаем, что это дело непростое. На открытую тренировку пришло около 12 ребят. Этого количества вполне хватит для создания полноценной команды. Сейчас проводят работы с родителями, сбор документов и их сознательное отношение к выбранному виду спорта. Если все всерьез, детей при первой же возможности выпустят на лед. Кто знает, может быть, среди этих новичков удастся вырастить будущих паралимпийских чемпионов. От Алтайского края. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.